Я полная со стороны Джека невозмутимость. Что? Давайте допустим, вы шеф транспортного отдела. Так? И вам сообщают, что в вашей компании используют опоры для передних сидений, которые не прошли испытаний. Тормоза, вылетающие после тысячи миль. И топливные инжекторы, которые взрываются, и люди сгорают заживо. Что тогда? Ты угрожаешь мне? Что вы? Иди ты вон, ты и уволен. Есть выход лучше. Вы даете мне ставку независимого консультанта, тогда я получаю зарплату и никому не рассказываю о том, что я знаю. И я не буду приходить в офис, я смогу работать дома. Кем ты возомнил себя, кретин поганый? Охрана! Я ухмыляющаяся месть Джека. Да какого черта? Охрана! Больно! Ну зачем это? О, господи! Нет! Хватит! Не надо! Да что же это? О, боже, нет! Нет! Мне вспомнилась наша первая драка с Тайлером. Нет! Под внешними покровами всего, что этот человек воспринимал как данность, росло и формировалось нечто ужасное. Пообещайте! Высылать мне зарплату! И вы не увидите меня никогда! И вот тогда, в кульминационный миг нашего общения... Умоляю, не бейте меня больше, пожалуйста, не бейте меня! Телефон, компьютер, факс, зарплата за 52 недели и 48 купонов для оплаты перелетов. Корпорация стала нашим спонсором. И это позволило нам с Тайлером ежедневно проводить собрания бойцовского клуба.